Свистопляска игрушек в Крыеведческом музее. Более 300 старинных экземпляров выставили в витринах. Муклы, свистульки, погремушки, глиняные и деревянные фигурки рассказывают о традициях и укладе жизни в том регионе, где их сделали. Почему для экспозиции выбрали такое название, что такое шаркунки и кому их дарили? Виола Янголь узнала много интересного, побывав на выставке. Все игрушки на выставке уникальны. Трогать руками их нельзя, поэтому рассматриваем их за стеклом. Наше внимание привлекли вот такие деревянные игрушки. Мы не поняли, что это. Оказалось, это шаркунки. Их изготавливали из мягких пород деревьев. У них внутри горошинки. Поэтому это и музыкальный инструмент, и 3D-пазл, и погремушка. Их дарили семьям, у которых родился ребенок. Если это была девочка, то на верхушке погремушки изображали птичку. Если мальчик, то коня. Люди во все времена изображали в игрушке то, что их окружало – повседневный труд, праздники, сказки и юмор. И необычное название выставки – «Свистопляска» – не случайно. Народная игрушка – она именно такая квинтэссенция, конечно, позитива, вот какой-то постоянного надежды, юмора, ярких красок. То есть, как ожидание именно весны и надежды на будущее. Глиняные и деревянные игрушки. В экспозиции более 300 моделей. Все разукрашены вручную. Для прорисовки деталей авторы использовали кисточки. А чтобы придать рисунку эффект состаривания – губчатые грибы. Они словно поролон покрывали игрушки сотнями маленьких точек. Создавали эту коллекцию в 80-х годах. Каждая модель в единственном экземпляре. Вот это, например, скоморохи, не просто всадники, а скоморохи на жирафах. Скоморох на лисе. То есть, это совершенно не характерно. Автор вообще очень с юмором подошел к игрушке. В залах музея узнаваемые образцы дымковской, каргопольской и староскольской игрушки. Здесь мы видим прекрасную серию медведей с юмором, очень таких душевных. Медведь, сломавший зуб, медведь с кружкой, медведь с подковой. Вообще, изначально медведей обычно свистульками не делали. То есть, медведя свистеть нельзя, поскольку его уважали, боялись. Игрушки на витринах рассказывают о традициях отдельных регионов – Центральной России, Украины, Белоруссии. Так что на выставке можно не только любоваться экспонатами, но и изучать историю и особенности быта. Экспозиция в Краеведческом музее будет работать до конца февраля. Виола Янголь, Денис Савинский, Новосибирские новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова